Спецучреждение расположено вблизи Десногорска, единственное в Смоленской области, оснащённое биометрической системой идентификации по отпечаткам пальцев «Биосмарт». Эта система предназначена для контроля за осуждёнными, благодаря ей удаётся избежать возможных побегов и подмен. Каждый поступивший на отбывание сразу же заносится в базу данных, снимаются отпечатки пальцев, делается фотография. Спецконтингент учреждения с разрешения администрации колонии может работать в черте города, поэтому при входе и выходе с территории режимного объекта они отмечаются и досматриваются. Те же, кто находятся на профилактическом учёте за нарушение правил содержания, покидать колонию не могут и должны отмечаться каждые два часа. Для удобства в случае плохих погодных условий осуждённые могут это сделать прямо в отряде. На пункте Дневального также установлена система «Биосмарт». Всё это позволяет обеспечить полный контроль за отбывающими наказания и обезопасить как объект, так и жителей города. Благодаря системе «Биосмарт», также системе видеонаблюдения и всех прочих новшеств, которые у нас введены, наша колония является одной из самых защищённых колоний в области в плане недопущения нарушений спецконтингентам. Даже посетителям пройти на территорию колонии достаточно непросто. Необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность, и сдать все посторонние предметы, в том числе и мобильные телефоны. В колонии поселения ведётся контроль и досмотр не только осуждённых, но и посетителей. Рамки металлоискателя срабатывают на любой посторонний предмет. Пронести что-то запрещённое просто невозможно. Сработал металлообнаружитель. Будьте добры, выложите всё из кармана. Замечаний нет, можете проходить. Телефончик мы оставляем. Спасибо. Телефоны посетителей хранятся в специальном ящике. Взамен выдаётся жетон. Жизнь осуждённых находится под постоянным прицелом видеонаблюдения металлообнаружителей и систем идентификации. Тем не менее, они тоже оценили преимущества таких мер безопасности. Система позволяет быстрее совершать эти отметки, не требует времени на заполнение всяких бумажек. Отмечаться не надо, по 50 раз бегать туда-сюда. Можно без отряда этим заняться. Ярославу повезло. Это его первый срок, и поэтому он попал в Десногорскую колонию, где условия, по его же словам, как в пионерском лагере. Тем не менее, колония – не то место, куда стоит стремиться. За время, проведённое здесь, он мог бы гораздо больше сделать полезного на воле. Не стоит сюда попадать. Просто не стоит. Здесь просто потеря личного времени. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Марина Якубишина, Десна ТВ.